Девушки отдыхают Создать симулятор, тракториста или комбайнера Трекмания Нейшнс Форева Из нынешней концепции игры Разработчики выжили почти все соки И для полноценного развития серии требуется нечто кардинально новое Вампиры, ночь возмездия Ужасная игра с вроде бы неплохим сюжетом Всем привет! В эфире снова Фак и я, Влад Лехов Фак это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии И услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, ближе к делу Если немецкие разработчики будут продолжать в том же духе То рискуют стать самыми авангардными представителями в ряду себе подобных Как-то в своих выпусках мы уже рассказывали о специфических симуляторах Поезда, корабля, самолета и даже автобуса Но симуляторе тракториста никто даже и не заикался И вот, ребята из Астрагон доказали, что есть еще в игровой индустрии непаханная целина Как в прямом, так и в переносном смысле Те, кто часто следят за нашими выпусками и помнят, о каких немецких играх мы рассказывали Правильно чать утверждать, что немцы, в отличие от тех же кровожадных американцев Предпочитают выпускать игры исключительно мирной направленности Игра Landwirtschaft Simulator 2008 лишние тому доказательства Здесь нам предлагается ощутить себя в шкуре тракториста или комбайнера на выбор Мы будем выполнять различные задания на сельскую тематику Спашка целины, засев и сбор урожая, транспортирование зерна из пункта А в пункт Б Разбор завалов на дорогах и многое другое В игре присутствует смена дня и ночи Так что любители экстрима не останутся в стороне Технических средств по сути всего два Это трактор и комбайн Но за счет всевозможных приморщик и прицепов Диапазон действия техники более чем внушителен Системные требования игры таковы Процессор на частоте 2 ГГц 512 МБ оперативной памяти И 256 МБ видеопамяти На жестком диске Landwirtschaft Simulator 2008 Займет всего-навсего 70 МБ Геймплей игры ненавязчив и интуитивно понятен Нисколько не мешает тот факт Что игра распространяется на немецком языке Разве что подоплека миссии окажется от вас скрыта Впрочем, никакой сюжетной линии у игры нет Так что это не столь критично Так же как и в других специфических симуляторах Будь то симулятора машиниста или водителя автобуса Игра сможет вас затянуть, если вам по душе мирный сельский пейзаж Деланная монотонность действий и предельная бессмысленность Если судить с позицией насыщенных действием блокбастеров У большинства же геймеров, на наш взгляд, игра не задержится надолго на винчестере Наша оценка геймплея – 2 балла В графическом плане перед нами натуральный динозавр Ни одна серьезная компания не позволяет себе выпускать сегодня игры с такой архаичной графикой Это удел таких вот энтузиастов, специализирующихся на необычных проектах Однако, с другой стороны, если бы все в лангардша в симуляторах кистрело бы новомодными спецэффектами Навряд ли играть стало бы интереснее А так, игра не может похвастаться ни играбельностью, ни зрелищностью Наша оценка графического оформления – 1 балл Со звуком такая же засада, как и с графикой Звуковой ряд игры был, видимо, записан в каком-то гараже Но не очень хороший микрофон Наша оценка звукового сопровождения – 1 балл Ну что же, задумка Ланверс Шафт Симулятор 2008, конечно, оригинальна до мозга костей За все время существования игровой индустрии Никто не додумался создать симулятор тракториста или комбайнера Кому что нравится Чей за это и хвала немецким разработчикам Вот только реализация этой идеи подкачала и очень сильно Наша общая оценка игры – 1 балл Лэнд Вирджафт – явление само по себе уникальное За одну идею авторам проекта можно простить многое И архаичную графику, и скучноватый геймплей, и совершенно невыносимую музыку Если в детстве вы мечтали стать трактористом Или бредили тем, что будете водить комбайн То эта игра точно для вас А теперь наши ответы на ваши вопросы по игре Лэнд Вирджафтс Первый вопрос А как пользоваться примочками для трактора и комбайна? А то я выхожу в поле, опускаю резаки, но ничего не происходит Отвечаем Все дело в том, что для посевов, спашки, поля и уборки урожая Ваш комбайн должен передвигаться на минимальной скорости По умолчанию это кнопка с цифрой 1 Следующий вопрос Как быстрее справиться с заданием в миссии Где у меня есть трактор и комбайн И нужно собрать 20 тонн пшеницы? Отвечаем Садитесь в комбайн и направляйтесь на ближайшее поле Начинайте сбор урожая Поля тут громадные Так что на ваш век хватит Как только увидите, что отсек комбайна заполнен наполовину Разворачивайтесь и продолжайте уборку в обратном направлении Также не лишним будет сразу отогнать трактор поближе к полю И переключаться между агрегатами в этом условленном месте А не на базе Друзья мои, согласитесь Иногда очень хочется поиграть в какую-нибудь шедевральную игру Ну не меньше Чтоб все было с иголочки Интересно, красиво, весело, захватывающе А что делать, когда все уже пройдено не один раз? Правильно Пойти в магазин и купить игру из тех, что там продается Например, вампиры Ночь возмездия Круто звучит? Угу Только содержание отвратное Словацкая компания Mycom Studios занята благородным, в общем-то, делом На протяжении долгих лет с завидным упорством Несет в массы, в основном восточноевропейский Специфическую культуру пошаговых ролевых игр и стратегии Большей частью посредством клонирования Слепых Heroes of Might and Magic и Age of Wonders получил название Empire of Magic Любовь в Fallout обернулась проектом Shadow World А долгие часы, проведенные словаками за Final Fantasy, вылились в итоге в Неверант Теперь в качестве объекта копирования выступает Vampire, VMS Queeride, Bloodlines Взяв за основу ту же проблематику и антураж Борьба между вампирскими кланами в врачном современном городе Словаки по своему обыкновению прикрутили сюда пошаговые бои и некоторые квестовые элементы Рекомендуемые системные требования Процессор 3 МГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 1 ГБ на жестком диске Игра вампиры Ночь возмездия начинается в водром идиотическом ключе Расследование загадочной смерти вампира Ивана, которое проводит главный герой, упырь Бернард Предвещает интриги и много крови Не претендуя на лавры больших РПГ, эта игра, однако, содержит все необходимые атрибуты Несколько стандартных ролевых параметров, приличное количество одежды и артефактов Множество зелий, по-разному действующих на героя и магическую систему из нескольких школ И это еще не все Кровопийца может вживлять в свое тело трансплантанты Изготавливать самодельное оружие из нескольких материалов И, наконец, решать многочисленные задачки с помощью предметов Которыми постоянно пополняется инвентарь Звучит круто, а на самом деле все это приправлено ужасным управлением и скучнейшими боями Наша оценка геймплея — 1 балл Вдобавок к этому, жутковатая картинка игры дополняется унылой световой гаммой Топорным дизайном, убогими роликами и многочисленными техническими огрехами Приводящим к провалам персонажа под пол и волнующим пробежкам по воздуху Также огорчают однообразные локации В общем, вы и сами все видите Наша оценка внешних данных — также 1 балл Шоу фриков продолжается Озвучка забивает последний осиновый кол в сердце игры «Вампиры. Ночь возмездия» Стандартные для такого рода проектов и совершенно глупые фразочки во время игры А также музыкальная подложка на фоне геймплея и внешнего вида Слушаются хуже, чем они есть на самом деле Наша оценка звукового сопровождения — 1 балл Ты почему на меня так смотришь? Ну... Ты случайно не усмехаешься? Нет Усмехаешься? Да нет же Да Ха-ха, нет Ага, только что ты усмехнулся Ну может... Приговор однозначен, игра не заслуживает внимания геймеров Хотя в нее все-таки играют По нашему мнению, разработчикам должно быть стыдно за такой продукт Общая оценка игры — 1 балл По-моему, эта игра просто ужасна во всем, кроме названия И может быть еще сюжета Но оценить всю глубину игрового мира вам помешают Внешний вид, отстойное управление и куча глюков Даже если управление графика не доведут вас до судорожного состояния То баги вас окончательно добьют Но что самое интересное, по игре пришло действительно много вопросов Сейчас мы обязательно на них ответим и поможем с прохождением Для начала имейте в виду, что в игре могут отображаться не все варианты диалога Переключаться между ними нужно стрелками клавиатуры Тогда все будет хорошо Первый вопрос Как попасть в гильдию рыбаков? Приглашение Бернард уже показал А что делать дальше, непонятно Отвечаем Чтобы попасть в гильдию, нужно дать стражнику журнальчик эротического содержания А потом приглашение Следующий вопрос Подскажите, а как найти паромщика? Отвечаем Паромщик сидит в баре за столом Если смотреть от стойки к выходу, он будет справа Следующий вопрос Где мне найти компас для паромщика? Отвечаем Компас лежит в доках В здании с телепортом на крыше Как зайдешь внутрь, справа будут ступеньки Поднимайся и иди к полкам Там лежит компас Следующий вопрос Что делать после того, как забрал журнал в гильдии рыбаков и всех покоцал? Отвечаем Поговори в баре с Минлаусом Он тебе много чего расскажет Главное не выходить сразу из разговора Смотрите далее Trackmania Nations Forever Из нынешней концепции игры Разработчики выжили почти все соки И для полноценного развития серии требуется нечто кардинально новое Пилипп Энн Пэтройл Очередной клон Кода Да Винчи С каждым разом эти клоны получаются все страшнее и страшнее Смотрите далее Пилипп Энн Пэтройл Очередной клон Кода Да Винчи С каждым разом эти клоны получаются все страшнее и страшнее Trackmania Nations Forever Из нынешней концепции игры Разработчики выжили почти все соки И для полноценного развития серии требуется нечто кардинально новое Адвенчура Белив Энн Пэтройл О которой мы решили вам сегодня рассказать Это такой откровенный клон Кода Да Винчи Главный герой, журналист Джонатан Дантер Узнает о загадочной смерти своего дяди Тайного агента Ватикана Все остальные, составляющие стандартного набора Дэна Брауна Тамплиеры, таинственные древние секты, инсинуации на библейские темы И, конечно, походы в музей Первые кадры Белив Энн Пэтройл Заставляют вспомнить небезызвестный фильм Оман Самое время для жуткой драмы С участием потусторонних сил и трагической смертью последней надежды Запыхавшийся джентльмен останавливается, чтобы перевести дух И тотчас же за его спиной вырастает подозрительно высокая тень Расправу над мистером с пистолетом нам, конечно же, не покажут Зато познакомят с Джонатаном Дентером Американским журналистом, которому тоже повезло впутаться в эту темную историю Аккурат перед отъездом в командировку в его апартаментах раздается звонок Разумеется, судьбоносный Это детектив Скотланд-Ярда вызывает акулу-пера В добровольно-принудительном порядке посетить туманный Альбион Прибыв в Лондон, Дентер узнает от сыщика о безвременной кончине своего дяди Но вот незадача Джонатан был уверен, что родственник умер еще много лет назад О том же, что дядя состоял в тайной службе Ватикана Молодой журналист даже не подозревал Зато теперь есть повод провести собственное расследование Знать бы только, куда оно может завести Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на частоте 1 ГГц 512 МБ оперативный и 128 МБ видеопамяти На жестком диске Believe & BetRail займет 3 ГБ Игровой процесс нельзя упрекнуть в медлительности Отдельной похвалы заслуживает управление По двойному клику мыши герой переходит на бег А на соседний экран едва ли не телепортируется Задачки в игре по большей части не сложные Хотя порой встречаются весьма странные Надуманные с присущим многим головоломкам в Believe & BetRail Как результат, совершенно нелогичный сюжет Стройка из геймплей С технической же точки зрения ничего сверхъестественного Очень средняя картинка на заднем плане Плюс бесцеремоны, обтесанные персонажи Формула для квестов классическая И, честно говоря, успевшая порядком намозолить глаза Многочисленные ролики также малоинтересны То, что было модно в прошлом столетии Сейчас выглядит просто смешно Двойка за внешний вид Примечательно, что все диалоги Коих в игре очень и очень много озвучены Причем довольно неплохо Музыка же однообразна, но совершенно не мешает Каждая локация имеет свою музыкальную тему Четверка за звук Так, если не хочешь закончить Как те два агента внизу Поедешь со мной в аэропорт И отдашь мне содержимое сейфа Калетти, опусти пистолет Американец пойдет со мной Американец может и пойдет с тобой Но не думаешь, что на этом все кончится В Believe and Betrayal Минимум паззлов В основном мы занимаемся поиском ключевых предметов Не добавляет веселья и странная логика Задачки решаются по большей части опытным путем Не отнесешь к числу плюсов и картинку Модели персонажей откровенно пугают Зато музыка дает ощутимую прибавку к финальному рейтингу Тройку получает сегодня адвенчура Believe and Betrayal От скуки в Believe and Betrayal Спасает только звериная динамика событий За героем гонятся сразу несколько групп Поэтому он в бешеном темпе Носится между городами Библиотеками и какими-то полуподвальными укрытиями Так что даже несмотря на вторичные сюжетные линии Играть все равно интересно Да и вопросов по этому квесту пришло немало На некоторые из них мы ответим прямо сейчас Вопрос Я оказался в квартире убитого дяди И должен здесь что-то найти Но я уже все осмотрел и ничего не произошло Отвечаем Обратите внимание на ряд толстых зеленых книг в шкафу Внимательно их осмотрите И тогда в записную книжку попадет заметка ряд книг Далее отправляйтесь в гостиную Там на телевизоре найдете странный предмет с римскими цифрами Затем соедините в инвентаре заметку из записной книжки с этим механизмом Игра предложит ввести код Тут на помощь придет ряд зеленых книжек Номера томов и есть ключ к разгадке Таким образом механизм сработает и вы достанете древний пергамент Вопрос Я получил возможность управлять вторым персонажем Катриной Она стоит в гараже и непонятно Что дальше мне с ней делать Отвечаем Вам необходимо найти ключи от старого дядюшкиного мотоцикла Обойдите гараж и увидите на стене что-то блестящее Это они и есть Теперь вместе с Джонатаном вы отправляетесь к отцу Кэтрин В 2003 году, когда анонсировали незамысловатые гоночки трек-мания Никто и не мог подумать, что этот проект станет одной из основных киберспортивных дисциплин Игра распространялась бесплатно и снискала любовь миллионов Впоследствии к ней было выпущено несколько дополнений Nations, United и Sunrise Они расширяли возможности игры, добавляли новые трассы и привлекали новых участников И вот 16 апреля с выходом трек-мания Nations Forever О которой мы расскажем прямо сейчас Началась новая веха в истории этого проекта Серия трек-мания за сравнительно короткое время преодолела довольно большой эволюционный путь Начав со скромной аркады про игрушечные машинки Уже ко второй части трек-мания сформировала свой собственный жанр Чудодейственную помесь пасла и гонки с необычным геймплеем Гибрид Incredible Machine из стародавних станс и трудолюбивые комьюнити фанатов Затем, после появления трек-мания Nations, маленькие машинки устремились на киберспортивные просторы Где им тоже удалось застолбить свою нишу Теперь по этой дисциплине проходят чемпионаты Сформированные лиги имеются свои лидеры по всему миру Игровая индустрия, к сожалению, исключительно редко подбрасывает нам такие приятные мелочи, как трек-мания От серии к серии французы не забывают про контроль качества выпускаемого продукта И появление трек-мания Nations Forever лишь подтверждает это правило Системные требования игры таковы Процессор на частоте 1 ГГц 512 МБ оперативной памяти 128 МБ видео И 700 МБ на жестком диске Запуск игры равносилен знакомству с детским конструктором Вы открываете коробку С любопытством крутите в руках детали Соединяете наугад несколько штук Абсолютно аналогичный эффект оказывает на игрока трек-мания С той лишь разницей, что французский конструктор не дает вам доступа ко всем деталям сразу Научитесь по максимуму использовать первые пять, чтобы заполучить шестую в качестве бонуса Сущее издевательство, но стимулирует на ура Игрок натужно морщит лоб, проигрывает ситуацию в голове Трек-мания Нейшнс Форева объединяет в себе все особенности предыдущих серий Здесь нас ждут четыре режима Рейдс, Пазл, Платформ и Станц Никуда не делся и редактор трасс И возможность изменения внешнего вида вашего авто Одним словом, играть все так же интересно Наша оценка геймплея 5 баллов С графикой игры не так все гладко Но не будем забывать о сетевой направленности проекта Никто из авторов и не требует сногсшибательных спецэффектов Вполне подходящий полумультяшный стиль игры И сравнительно небольшой вес графического пакета Особенности такой оптимизации ощущаются больше всего в массовых сетевых заездах Где участвуют десятки машин со всего света Будь тут движок от какой-нибудь Колин Макрей Ралли Лаги были бы обеспечены А так все летает, как в прямом, так и в переносном смысле Наша оценка графического оформления 5 баллов За звуком у игры также полный порядок И в плане качества, и в плане количества Впрочем, судите сами Наша оценка звукового сопровождения игры 5 баллов Очевидно, что из нынешней концепции Trackmania Разработчики выжили почти все соки И для полноценного развития серии требуется нечто кардинально новое Пока что в лице Trackmania Nations Forever Мы имеем лишь выжимку всего лучшего Что происходило в Trackmania за все 5 лет с момента его дебюта Это, конечно, радует, но второй раз такой ход уже не сработает Надеемся, разработчики отдают себе в этом отсчет Наша общая оценка Trackmania Nations Forever 5 баллов Самой примечательной особенностью Trackmania Nations Forever Является, безусловно, возможность совместной игры Владельцев United и обычной Nations в окружении стадиум Таким образом, комьюнити Trackmania стала еще более разномастным Также у владельцев United в ближайшем будущем Появится возможность поиграть в дополнение United Forever А теперь настало время для наших ответов на ваши вопросы По игре Trackmania Nations Forever Первый вопрос Игра распространяется бесплатно? Отвечаем Да, абсолютно В этом плане нет никаких ограничений, кроме тех, что появились в свое время с появлением United Следующий вопрос Как укреплять свои навыки езды, чтобы побеждать хотя бы в масштабах своего города? Отвечаем Секрет победы прост Тренировки, тренировки и еще раз тренировки Чтобы показывать лучшие результаты на трассе Вы должны досконально знать каждый ее поворот или труковой элемент Будь то мертвая петля или трамплин Лучше всего понаблюдать за машиной тенью И посмотреть, как эту трассу проходит текущий чемпион Представление о конкретных скоростях и нюансах прохождения Вам это, конечно, не прибавит Но общие знания о тех или иных маневрах на трассе Вы получите наверняка Следующий вопрос Дают ли какие-нибудь преимущества медали Или это просто конфетки для самолюбия? Отвечаем Отнюдь Помимо эстетической составляющей Медали имеют и чистое практическое применение Во-первых, они открывают вам путь к закрытым трассам И наворотам визуализации авто А во-вторых, если вы достаточно успешно будете выступать на тех или иных трассах То со временем достигнете высот в местном рейтинге А это прямой путь в киберспортивные лиги Однако конкуренция в игре настолько жесткая Что под определение развлечения подобный стиль игры подходит с трудом На сегодня это все С вами был Влад Лехов и Фак Заходите в форум на нашем сайте mozdefistv.ru Пообщаемся И присылайте мне свои вопросы На адрес faqsobaka.mozdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма Пока Субтитры сделал DimaTorzok